Вечер, господа. Начинаем наш вебинар. Сегодня вторник, 30 мая. Я хотел бы проверить уровень звука, как вы меня слышите. Сегодня я немножко без наушников, без того микрофона, с которого я обычно общаюсь. Да, хорошо. Я сразу предупрежду, что у меня аккумулятор может сесть. Я надеюсь, его хватит на время проведения нашего вебинара. Даже уверен, что его хватит. Итак, вперед. Сегодня мы будем обсуждать текущую ситуацию. Больше всего я хотел бы поговорить с вами о нефти, о предстоящих нонфармах. Вчера у нас были праздники. Рынок акций вчера был закрыт. И сегодня он достаточно вялый. Я не вижу особо серьезных тенденций. Давайте я включу экран. В первую очередь нефть. Также напишите плюсы, если вы видите мой экран. Но прежде всего мы обязаны просто предупредить вас о рисках. Торговля CFD, маржинальная торговля несет в себе риски, которые могут превышать даже ваш депозит. То есть быть больше, чем 100%. Потому что плечо и вебинар проводит я Фред, трейдер, управляющий активами. Как обычно, во вторник мы обсуждаем текущую ситуацию. И по четвергам, не каждый четверг, а через неделю, по четвергам у нас тематические вебинары. В прошлый раз говорили о золоте. Предстоящий вебинар, скорее всего, будет посвящен выборам о Великобритании. Я вам покажу несколько инструментов. Сентимент, как смотреть, как отслеживать настроение рынков, как отслеживать настроение медиа. То есть средств информации, средств массовой информации. Как они меняют свои настроения по поводу каждого кандидата, каждого события. Есть такие инструменты. Я вам в следующий раз об этом покажу. Мы проведем вебинар. Организатор вебинара Admiral Markets. Тут вы видите их офисы в Лондоне, в Таллине. А также контакты, на которые можно звонить, писать по поводу вебинара. Предлагайте свои темы. Как обычно, я готов любую тему, посвященную рынкам, предложенную вами, разобрать, рассмотреть. Мне интересно все. Я думаю, что мне под силу любая тема. Потому что рынки сами по себе мне очень-очень интересны. Единственное, да, мы не можем говорить о тех инструментах, обсуждать те инструменты, которых нет у Admiral Markets. Потому что, наверное, было бы нечестно по отношению к организатору. Но все остальное предлагайте. Политические события, экономические события, инструменты, разборы рынков, разборы отдельных акций, все что угодно. Итак, перейдем на график. Сейчас он меня спросит, можно ли загрузить. Что-то опять он долго думает. Долго-долго-долго думает. Да, установить плагин. В тысячный раз я уже устанавливаю плагин. И сейчас выйдет разрешение на показ. Показ веб-сайта или еще чего-то. Окей. Открыть. И наконец-то мы видим мой экран. Надеюсь. Сейчас у меня на экране открыт мета-трейлер. Акции Boeing. Вы должны видеть белый экран. Я должен убедиться, что вы это видите. Да, видите. Отлично. Оксана написала. И возвращаемся. Так, начнем. Давайте с нефти, как я и говорил. Вот эта вот линия, она мне очень-очень нравится. Она мне, так сказать, я вижу, что эту линию видит рынок. Я вижу, что эта линия достаточно актуальна для рынка. Несколько раз мы уже касались этой линии. Она сформирована аж с 16-го года. Ровно годичной давности вот этого трендового. Ну, каналом не назовешь. Давайте попробуем назвать каналом. Давайте попробуем. Ну да, можно назвать каналом. Отлично. Просто тренд настолько сильно или часто угасал, что мы уже до верхних планов, до верхних границ канала даже не доходили. Ближе, словно магнит, притягивал цену нижний уровень, нижняя линия канала. Итак, прошлогодний уровень сформировал высшую волну. Потом была коррекция. Кстати, эта коррекция обещала развернуть рынки достаточно сильно вниз. Тут вмешался ОПЕК. Вот именно здесь начались вербальные интервенции со стороны представителей ОПЕК. Тут начались интервенции по поводу того, что соглашение почти достигнуто. Все будет с ним нормально. По-моему, это был, да, конец осени. И, наконец, они заключили это соглашение. Убрали с рынка миллион двести тысяч баррелей. Это чисто ОПЕК. И еще 600 тысяч баррелей добавили страны-партнеры. И пошла цена вверх. Но рынок вскоре понял, что сколько отняли у рынка, столько дали американцы. Я уже это который раз повторяю. Но почему мне не надоедает об этом говорить? Потому что по ту сторону рынка всегда находятся быки, которые считают, что нефть будет, я не знаю, 60-70. Откуда берутся такие мнения? Откуда берутся такие цифры? Как вообще можно на рынке быть быком, когда у нас кругом столько данных? Давайте я вам покажу эти данные. Вот, значит, график номер один. Напишите, если видите. Я его показывал в куче мест, в разных курсах, ресурсах, в аналитике. А вы видели только что открытый мной вот этот вот график, да? Если да, то напишите. Такие голубая и синяя линия. Да, отлично. А, нет, не видите тогда. Да, я должен переключить. Нет, никто не видит. Хорошо. Очень плохо. Вот сейчас я переключил. Да, теперь видно. Смотрите, черным по белому. Не устаю повторять и буду повторять, пока не увижу. Ну, вот Андрей говорит, что он помнит. То есть, видимо, уже надоело видеть этот график. Он его не видит, но уже помнит в сотый раз. Я его показываю. А как быть? Посмотрите ролики у меня на разных ресурсах. И у Адмирала Макс, по-моему, было про нефть-вебинары или еще что-то. Комменты кто-то пишет, что жду 64. Как ты ждешь 64? Откуда вообще эта цифра? 64 в последний раз было, я не знаю, при царе Горохе. Он ждет. Ждуны. И поэтому разговоры, частные беседы с трейдерами, не трейдерами, все ждут какого-то роста. Вот, видимо, от кого мы вытираем ноги, шартисты на рынке нефти. Кто нам приносит прибыль. Итак, хоть мы Андрею надоели, но для всех остальных цены на продукцию, продакшн, производство, добыча нефти, хоть и не сразу, но разворачивается со временем вот этот вот лак между минимальным количеством, любым количеством вышек, установок, добывающих мощностей, как угодно называйте, да, буровых, лак между, задержка между минимумом и минимумом на добыче, он в прошлом году, между прочим, даже был больше. Вот у меня тут два графика, только не говорите, что я их вам показывал, я не верю, что я их вам показывал. У меня есть два графика, первый отражает... Сейчас я сразу два открою. Первый из них, вот этот старый, он отражает ситуацию 15-16. То есть, как менялась движение цен на добыча... Да, вот Андрей пишет то, что я хочу сказать. С 15 по 16 разница во времени между ростом количества буровых и ростом добычи реальной нефти в США составляла, видите, максимум, где-то вот на пике 19 недель. 19-20 недель был пик. Корреляция высокая, 0.3-0.4, 0.5 даже, наверное, достигает. Растут буровые, растет добыча. Растут буровые, растет добыча. Если брать лак 19 недель, то эта корреляция максимальна. Значит, максимальная корреляция, она уже положительная, это хорошо, на уровне вот 19 недель. В этом году сократилась связь между ними, корреляция стала еще более положительной, хотя в цифрах я не вижу, что она превышает, но количество недель, которое требуется рынку, чтобы догнать, требуется продакшен, производство, добыча нефти, чтобы догнать количество буровых, оно уже 13-14 недель, то есть уже меньше разрыв между разворотом или ростом статистики по буровым и ростом добычи. Корреляция. То есть, если мы сейчас видим на рынке, количество буровых растет, вот давайте Baker & Hughes вспомним, откроем сайт, рекорд новые побили, локальный, Baker & Hughes, 7 вышек было, но это газ плюс нефть, если брать просто нефть, сейчас мы раскроем и увидим, если брать просто нефть, то, сейчас где-то было, North America, RIG, и в PDF, вот откроем отчет, он нам показывает, в Америке на этой неделе всего 2 вышки прибавилось, осталось 722. А вот год назад, надеюсь, вы видите, надеюсь, вы видите, сейчас еще раз включу, а вот год назад, вот PDF, год назад было 316. Удвоили американцы количество буровых, 316, даже больше, чем удвоили, то есть 722. И если мы видим корреляцию, взаимосвязь между ростом буровых и ростом добычи, то ждите, что после таких рекордных цифр и добыча будет достигать высоких цифр. Вот она здесь наглядно видна, такая положительная корреляция. Падают буровые, падают добычи в США, растут буровые, растет добыча в США, все черным подъемом. А значит, как бы ОПЕК не старался, как бы он не собирался, как бы он не уговаривал всех, ему удавалось со всеми синхронно принимать общие решения, американцы на другом конце планеты, все, что ОПЕК не додал, с лихвой могут дать, но может быть тоже нерезиновые у них месторождения. Но пока мы видим, что они, вышки растут, 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 добыча растет. Ведь риски какие были? Ну и что же ты говорили, что растут буровые? Так это же не значит добыча. Может буровые по чуть-чуть добавляют добычу, она очень медленно растет, или какие-то закрываются месторождения крупные и добавляются мелкие. Но нет, мы видели по графику, что все не так, растет и количество буровых, и добычи. Так что вот это основной тезис, основной посыл, основной месседж, который я хочу дать. Не стоит так уж упорно, активно стоять в лонге по ценам на нефть, но это не значит, что прям будем валиться отсюда и сразу до 30. Нет, есть технический анализ нам для этого и нужен, отслеживание каких-то уровней. Кстати, я здесь вижу очень хороший такой сигнал, что ли, или графический, какую-то графическую фигуру, такой клин сужающийся. Вот видите, сейчас я переключусь. Клин. А, нет, все правильно. Он сужается, и цены на нефть, хотят они этого или нет, как бы они ни находились в узком коридоре, рано или поздно пробьют или вниз, или вверх. Я, конечно, склоняюсь к вниз, тем более вот как магнит. Магнит, только отросли до опека, сразу после опека, ба-бах, вниз. Еще коррекция, снова вниз, как магнит. Но это не значит, что нужно бежать, сразу вставать с сел. Давайте подождем, что будет происходить. Вот я специально сузил график, чтобы на нем было лучше видно. Лучше я неделю-две подожду, никуда не буду входить, но зато на пробои уже более уверенно. Вообще идеальный сценарий, мы колеблимся в этом диапазоне, про нефть все забывают, затухают колебания. Видите, они реально затухают колебания, хотя здесь вон куда ушли. И где-то уже вот здесь, в очередной раз, оттолкнувшись от верхнего уровня сопротивления, с грохотом куда-то падаем вниз. Потому что если мы сейчас начнем падать, то мы уже точно, ну как точно, плохое слово, с большей вероятностью не остановимся на уровнях предыдущих. Мы уже должны его сильно пробить, уйти вниз, чтобы показать, насколько разворот тренда реализовался. Кстати, как обычно, рынки сначала начинают паниковать, цены падают, потом приходит ОПЕК, кое-как успокаивает. Тут он успокоил достаточно сильно, а вот здесь, сколько это в долларах? 43 и 50 на 7 долларов. Первый раз движение было аж на 10 и даже больше долларов, 42 до 53, 11 долларов. В этот раз не получилось так сильно. На мой взгляд, как только мы эту линию пробьем, если будут какие-то предпосылки, какие-то ситуации медвежья, то я бы с удовольствием вошел в шорт и поставил бы близкий стоп-лосс. Кстати, очень недалекий стоп-лосс. Мне нравится такой стоп-лосс, который на уровне 51, там с копейками, сейчас 49,37. Да тут какие-то полтора доллара. Это немного. Где вы еще видели стоп-лосс, который буквально на доллар, на полтора выше вашей позиции? Так, по нефти я медведем был, медведем остался. Хотя напрямую, если взять мою позицию как опционную, как трейды мои, открытые позиции, там как раз два лонга. Но они настолько перекрыты разными опционами, что я бы не назвал эту позицию бычьей. Она скорее даже медвежья. Она захеджирована, застрахована. Кстати, обратите, похвастаюсь, счет уже 127,280. Все, кто наблюдал за счетом, помнят, как он раз медленно рос. О, нет, 127,454. Еще больше. Он, конечно, рос медленно, но это вам не бинарные опционы, не шальные какие-то инструменты. Медленно, но тихо. Ну, как медленно? Осенью было 88,90, сейчас 127. Это нормально, так вот. Мне очень нравится. Это даже не удвоение за год, но близко к тому. С минимальным риском. И если вы стыдили за счетом на каждом вебинаре во вторник, а иногда и в четверг, то вы заметили, что просадок, типа там было 120, стало 65, даже близко не было. И это очень хорошо. Это меня очень радует. Окей. Идем дальше. Инструменты. Я посмотрю, есть ли какие-то вопросы. Вот Андрей пишет, что это далеко не медленно по рентабельности инвестиций. Да, я соглашусь, просто мы же сейчас на вебинаре с трейдерами, которые привыкли к более большим колебаниям, так скажу, и скажу к доходностям, потому что не всегда удается именно в плюс выходить, но колебания, возможности. И вообще любому форекс-трейдеру скажи, я делаю 2,6-2,7% в месяц, будет смеяться и троллить тебя. Вот. Ну, окей. Это как в том анекдоте. Встречаются любители Харли Дэвидсона, чопперы, и любители спортивных мотоциклов, Ямах, там, Хонда всяких. Спортивные ребята подходят, говорят чопперам, ребят, давайте дружить, а мы все байкеры, и вы, и мы любим мотоциклы, ну, давайте просто одной компанией будем дружить. Чопперы смотрят на них и говорят, да как же с вами дружить, вы каждый год новые. Вот и я, обычно с людьми, которые вот привыкли к шальным доходностям, волатильности на форексе, и им смешно видеть 2,2,7-2,6% рентабельности профита, я им обычно говорю, ну, вот встретимся через год, посмотрим, ты будешь на рынке или я. Поэтому вас тоже призываю к этому. Давно, кстати, мы не делали вебинаров на темы всякие, типа, иск-менеджмент, дисциплина, все такое. Нужно вообще эту большую тему, как я слышал, был интерес в прошлый раз, когда я рассказывал о трейдинге, какие были ошибки, что я делал, как прошел весь путь. Был интерес, и я надеюсь, мы эту большую тему разделим на несколько частей, на несколько мелких тем, день 1 в четверг, это будет именно дисциплина с точки зрения психологии, как себя. Ну, такой вебинар мы проводили. День 2, это какие-то технические моменты. Вот, так что надеюсь, много-много-много, это очень важно, это очень важно, и не всегда удается, зная правила, побороть себя. Почти никогда не удается сразу побороть себя. Я поборол, я вам рассказывал уже на том вебинаре, на YouTube есть, как мне это удалось, разделил рынки на несколько частей, разделил внимание свое на несколько частей, занял себя чем-то, но помню 2000, там 2000-2001 год, до меня от монитора нельзя было оторвать, мне казалось, что я уберу взгляд, и иена там вырастет или рухнет, против меня пойдет. Я сейчас встану, уйду и пропущу кучу возможностей. Ну и что случилось, слил первые 7000 долларов буквально за пару месяцев. Было давно неправда, слава богу, с тех пор удалось как-то более или менее, даже я думаю, большой прогресс я сделал, я просто скромничаю, превратить трейдинг в менее шальную, в менее агрессивную забаву. Итак, да, вернемся к метатрейдеру, что у нас еще, чем мы еще тут торгуем, что еще можно разобрать. Фунт, да, мне даже не стыдно, что фунт упал. Наоборот, я говорил, что как только, сейчас я отключу масло, какой масло, дейли, а еще лучше 4-х часовой. Нет, лучше с дейли начнем. Я говорил, что как только будут какие-то большие просадки, медленно, аккуратно заходите в фунт, только учтите выборы на носу, без фактора выборов, с фактором экономическим, инфляционным давлением, с банком Англии, мне кажется, что все проливы, все просадки по фунту хорошие возможности купить. Но это не значит, что сломя голову нужно, как говорят игроки, там, покер all in, или я не знаю, как еще это на языке игроманов звучит, я с ними не дружу, они как мотоциклисты на Ямахе, каждый раз новые. Не надо на всю катушку, на весь портфель, на всю маржу скупать фунт. Медленно. Зашли 0,1, у вас лимит 0,3, 0,1. Пошло ниже, еще раз зашли, еще 0,1. Не пошло, ну и ладно, на 0,1 выйдите вверх. Относитесь к счету так, как будто это статистика, как будто за этот счет вас будут ругать, его нужно будет потом показать инвестору, шефу, жене, мужу, еще кому-то, и он, она будет вас ругать за это. Поэтому вы хотите не прибыли, а вы хотите хорошей, стабильной торговли. Вот с этой точки зрения управляйте своим счетом. Поэтому большие прибыли, большие скачки будем считать, что вам мешают. Вот дайте себе слово, что не будет никогда делать сильные движения, ставить большой риск, потому что инвестор вам, увидев такой график, не даст денег. Ваша задача – стабильность, медленно, красиво, долго, расти в счете и через год встретиться каким-то гипотическим трейдером и сказать, ну что, помнишь, ты там говорил, смеялся над моими там двумя, тремя, четырмя, четырмя, где твой стоит, где мой. Покажи его. Ну и естественно, он уже давно не торгует на рынке, уже ушел работать на завод. Окей. Золото, честно говоря, сейчас я не знаю, что происходит, но помните вебинар по золоту? Мы говорили, корреляции никакой нет. Я вот изучал все факторы по золоту. Я изучал всякие возможности, типа где? типа корреляция там, не знаю, с ФРСными ставками, еще с чем-то, с инфляцией. То она есть, то ее нет, то льют рынок вниз, все уходят в золото, то рынок падает, и золото даже не растет на этом. И наоборот. Поэтому я говорил вам в прошлый раз, в Ютубе это есть. Лучше торговать вот моментом. Вот, например, такой сужающийся треугольник, да, равносторонний, корреляция, корреляция, консолидация. Был рост, ну и типа флажок формируется, только это не флажок. На пробои купили. Не надо ждать десятки долларов. Это уже хорошо, что пробой был таким вменяемым, понятным. Вышли. У кого сколько там? Переждали 10-12 долларов. Дальше. Коснулись мы вниз, касание, снова сигнал, сигнал, купили, немножко подождали, вышли. То есть, я знаю, что никто не ловит длинные тренды, никто не ловит корреляции мощные, но вот сейчас уж точно не время сидеть, быть ждуном и ждать каких-то очень сильных пробоев вверх или вниз. Сейчас время брать по чуть-чуть, посмотрите, какие качели по золоту были. И, кстати, мой последний, где мы проводили семинар, вот это у нас дейли, нет, четырехчасовой. Сейчас я поставлю на дейли и посмотрим. Вебинар у нас был, когда я был в Риге, да, на семинаре. В четверг. В четверг увеличиваем график и смотрим. Сегодня вторник, понедельник, пятница. Да, в четверг цена находилась в треугольнике и, как я говорил, пробой это хороший повод зайти и прокатиться на какие-то несколько долларов. Да, много не получится вот на несколько долларов. Действительно, сигнал был хороший, несколько долларов нам дали, до 1296 мы точно не ушли, но несколько долларов. А сейчас наоборот, второй шанс, нам дают еще один шанс на коррекции купить и может быть пройти куда-то еще вверх. Посмотрим, получится или нет. Так, я иду дальше. Фунт обсудили, золото обсудили, пока все работает нормально, фунт пока не отрос, какие-то признаки показывают, но фунт пока не вырос, но я остаюсь при своих, я считаю, что по фунту есть все шансы пойти сильно вверх. Да, ФРС может нам что-то испортить, хотя там уже все предрешено, судя по фьючерсу. Да, Банк Англии, да, выборы. Ну, вот единственное, выборы, я считаю, фактором, который никак не подвергается нашему анализу, да, как бы мы ни говорили, что они предопределены, их результат, но мы видели и Брекзит, мы видели и Трампа, мы видели и массу других выборов. Только вот Макрон, молодец, победил эксцентричную женщину, не отвечающую за свои слова или отвечающую, но делающую такие вещи, что лучше, чтобы она не приходила к власти. И, кстати, я хотел сейчас что-то рассказать, секундочку, опять забыл, какую-то тему интересную разобрать. Да, у меня есть такой бонус, мы как-нибудь, когда будем разбирать ФРС, американские рынки, американскую политику внутреннюю, внешнюю, я хочу рассказать вам о том, как Трамп победил выборы. Сейчас прозвучала очень банальная, какая-то очень смешная фраза, оказывается, никто не знает, а я знаю, как Трамп победил выборы, но поверьте, вы послушаете эту версию, которая не моя, я ее читал в каких-то специализированных изданиях, помню, даже Медуза ее публиковала, вот этот Медуза.io, российский этот портал, не то чтобы оппозиционный, либеральный его назовел, и вообще в эфире интересно, я говорю, никто не пишет. И эта версия мне показалась очень и очень правдоподобной, если меня слышно, ставьте плюс, мне кажется, сам с собой разговаривают, все молчат, послушались. И эта версия достаточно правдоподобная, интересная, я вас уверяю, что вы ее услышите и скажете, вот технологии, вот система, как интересно, а мы-то думали, это просто тупой популизм. Да, популизм тоже там имеет место, но вот то, как, какими технологиями, предвыборными компаниями, какими тонкостями, какими, как сказать, алгоритмами, которые позволяли штабу Трампа не манипулировать, но, так сказать, говорить на языке своего электората. Я вам расскажу, и вы зацените эту историю. Кто-нибудь, может быть, знает, но тогда не рассказывайте, я ее расскажу сам на каком-то, одном из вебинаров, ну, просто его назовем, так и назовем, Трамп, секреты успеха, ну, или как это может повлиять на рынке, и эта версия мне очень-очень понравилась. Ее озвучили сразу после инаугурации, а может даже до нее зимой. То есть, эта версия не прямо появилась. Никакой конспирологии, никаких теорий загоров там нет. Это работающие технологии 21 века, технологии распознавания электората, технологии социологического распознавания человека по каким-то данным, ну, и как это использовать, вот об этом я расскажу, как это использовал Трамп. Говорят, после него очень многие предвыборные компании так или иначе пользовались вот этой новой технологией, которой, ну, не больше, чем 5 лет. Так, окей, вернемся к рынкам, просто такой анонс сделал. Ну, и о блоге своем я вам говорил, 1 июня я стартую, начинаю писать блог, пока я его показывать вам не буду, потому что пока идет там ну, не накрутка, как это сказать, руку буду набивать, пока там платформы, смотреть, какая частота интересна, какой текст, каким языком писать, а вот где-то с 1 июля я его вам покажу и надеюсь, вам он тоже понравится. Хочу быть таким, блогером я никогда не хотел быть, но вот travel и trading blog сопоставлять свободное путешествие и торговлю с ноутбука, обсуждать рынки, обсуждать экономику разных стран, вот в очень свободном виде я бы хотел. Вот надеюсь, я вам презентую и будет тоже еще одна площадка нам, трейдерам, пообщаться. Диалог, общение, оно всегда помогает, главное не превращать в это такую дикую идею коллективного трейдинга. Сидят три трейдера, один технарь, второй фундаменталист, третий риск-менеджер, и вот они втроем решают, куда пойдет евро. Один говорит вниз, второй говорит вверх, а третий говорит, что нет, давайте вообще фунтом торговать. Это как в том анекдоте, дорогой, а чем ты занимаешься, жена говорит, трейдеру? Он говорит, ну как тебе сказать, помнишь, в прошлый раз мы купили кроликов, и они все умерли, потому что на нашей ферме было наводнение, ну поток, помнишь, там вода, река поднялась, уровень реки, и все кролики умерли. Помнишь? Она говорит, да, помню. Ну вот, у меня то же самое, я вот развожу кроликов, и после наводнения думаю, черт, лучше бы я рыбок разводил, того, что было наводнение, но все это постфактур, я прям испортил анекдот, он более звучал смешно, но в общем идея такая, что трейдинг это и есть, вот, идеи, работающие постфактур, идеально, в моменте, не очень, а с перспективой на будущее, точно не работающие. А общение, обсуждение помогает шальным идеям немножко отсеиваться, помогает трейдерам, если они немножко не туда зашли, не те источники информации обсуждают, как-то спуститься на землю. Нет, это будет открыто, это будет не группа, даже какая-то, не знаю, площадка, где я буду писать. Я не знаю, как это будет, но в общем-то до вас я донесу все, что хочу писать, творить. Так, газ, не, на газе, ничего нет сейчас, золото тоже, Тесла, кстати, рвется в бой, новый чуть ли не исторический максимум, делать тут нечего, никогда не покупайте, на мой взгляд, я бы так не делал, никогда не покупайте вот эти хаи, стратегия buy high and sell higher, она совсем не нравится, купи дорого, продай еще дороже, несет большие риски. это конечно не контртрендовая стратегия, которой пользуются большинство людей, она все-таки трендовая, но покупать акции Тесла на 333.03, сейчас 85, наверное я бы не стал, ждал бы коррекции, и шортить тоже не пытайтесь. Вообще, что-то интересное у нас есть на рынках сегодня, Boeing, да, кстати, Boeing, вы знаете, сейчас в Admiral Markets Terminal можно покупать даже одну акцию, вот раньше был минимум лот 100 лотов, это очень было неудобно, вот сейчас даже можно купить одну акцию, так что, вот Boeing очень хорошо колеблется между двумя уровнями, 186 и 175, надеюсь, видно, экран виден, 186 и 175, так что, неплохая возможность со стопом, обязательно со стопом небольшим поставить, глядишь, рынки устали развернуться, глядишь, Boeing тоже поймет, что очень сильно вырос, ну и стоп небольшой, буквально доллар, не знаю, полтора, да, полтора-два доллара, тем более черная свечка здесь вырисовывается, обратите внимание, мы видим черную свечку, вот она первая, и каналчик, и все есть, все присутствует, конечно, контртрендово, шортить то, что сильно растет, ну а что делать, кто сказал, что будет легко, Apple, нет, Apple обсуждать нечего, Tesla обсудили, да, и наконец евро, не знаю даже, что вам сказать по евро, идей не очень много, потому что евро находится в каком-то, ну, тупом канале, в плохом месте, что ли, как назвать, не знаю, давайте еще меньше сделаем, вот, между вот этой линией, которую он все-таки пробил, но не дошел до верхней линии, я бы дождался, но он порог, потому что, да, вроде сильно вырос, я даже уверен, большинство из вас шортит, большинство на рынке шортит, ничего хорошего в этом нет, да, я бы дождался касаний каких-то, уровней, то есть всегда должна быть тема, сигнал, уровень, идея, где-то в середине покупать или продавать, вещь хорошая только с точки зрения продолжения тренда, вот если вы зашли в тренд и говорите, смотрите, евро растет, отталкивается много раз, усиливается тренд, сильно просто начинает угол повышаться, я дал евро немного припасть и прикупил здесь, что я сделал не так, в тренде, в тренде, коррекции дождался, дождался, вот только с этой точки зрения покупка евро, где-то вот на сегодняшних минимумах, на уровнях, которые были локальные минимумы, выглядит хорошей идеей, а во всех случаях я не вижу ни одного сигнала, чтобы заходить, чисто по классическим, у нас 14 июня ФРС, что еще у нас, скоро, нонфармы, пятницу, то есть через три дня у нас будет нонфарм параллс, ожидание по нему, по-моему, 180-185, дай бог данные выйдут выше, вообще на ставку это не должно повлиять, 14 июня ставка предопределена, все предрешено, 86 или 88% вероятность повышения ставки, то есть, хоть там нонфармы будут мега хорошие, 14 июня они не отнимут, и если они будут, ну, слабенькие, там, 100 тысяч ниже, тогда, возможно, ставка в июне будет, ну, я даже не думаю, что она под вопросом, рынок уже определился, и ФРС, видимо, так удобно, говорили три повышения в 16-м году, вот и получили три повышения, март, не, почему три, два, да, два будет сейчас в июне, и еще одно на конец года, все правильно, март, 14 июня, и одно повышение маячит где-то между в июне, и декабрьом, что будет дальше, то есть, интригой является только повышение в декабре, интригой, фактором риска, неопределенностью, июнь уже предопределен, и только очень-очень плохие нонфармы могут как-то испортить планы, ФРС. Так, ну, у нас, конечно же, вебинар фундаментальный, да, немножко, поэтому сильно уходить в технику, какие-то уровни обсуждать, наверное, мы не будем, кому это интересно, могут посещать другие вебинары, и сами могут, вообще, я не знаю ни одного трейдера, который бы с теханализом не дружил, вот на таком минимальном уровне, не видел уровней, да, технические поддержки, сопротивления, это все видят, и все графики одинаковые, да, может, два волновика в комнате выйдут, посадишь двух волновиков за один компьютер, они выйдут с тремя разными результатами, такое бывает, но, что касается классического анализа, я не вижу особых проблем его распознавать, поэтому я бы хотел с вами общаться, именно, вот, обсуждать рынки с точки зрения процессов, каких-то глобальных, или даже локальных. Теперь, что касается вопросов, мы, кстати, подытоживаем наш вебинар, потому что, ну, нельзя делать вебинары час и более, потом люди, которые не успели послушать вживую, им нужно нажимать в YouTube play, сидеть целый час ждать, а новые люди, наверное, им лень, вообще, говорят, в YouTube, то, что длится более, там, какого-то небольшого отрезка, никто не смотрит, я бы не хотел, чтобы люди тратили много времени, поэтому, коротко, ясно, видите, я сегодня даже быстро говорю, коротко, ясно, за счет быстрой речи, за счет, не потери времени, да, отсутствия каких-то там задержек, рассказать, услышать вас, вопросы ваши, кстати, Андрей пишет, это будет закрытая группа, любую акцию можно купить, вот, я не понял вопроса от Юрия Новикова, любую акцию можно ли купить, в каком контексте, видимо, я пропустил, к поводу вот этого вопроса, давайте к Андрею перейдем, к его вопросу, как думаешь, насколько подъем ставки уже в цене, насколько он в цене, давайте об этом как-нибудь поговорим на других вебинарах, конкретно вопросом, насколько он в цене, и отыгран ли, я не задумался, но так вот с разбегу можно сказать, что он уже в цене, дисконтирован, потому что Чикагская биржа показывает 88% вероятность, то есть там интриги нет, если нет интриги, значит и пара евро, и USD отыгрывает то, что должно случиться, единственное, что мне кажется, насколько в цене ЕЦБшное решение, насколько в цене пауза Марио Драги, насколько в цене, то что с ФРСом все ясно, а ЕЦБ, когда ты нас удивишь, когда начнешь повышать ставки, вот эта интрига, она еще не в цене, она не может быть в цене, она была в цене, и она взвинтила в котировке евро и USD, молчание Драги, вот эти вот игры какие-то, да, молчаливые, что этот вопрос не обсуждался, он не стоит в повестке дня, сто раз спрашивали Драги, можно ли вообще повысить ставку до окончания мер количественного смягчения, он молчал много раз, а, вот вопрос Юрия, что Адмирал Майклс можно приобрести одну акцию, я спросил, можно ли купить любую акцию, да, все, что есть в терминале, а там порядка 100, наверное, акций, 60 добавили недавно, нет, 26 добавили недавно, там 50 было до этого вместе с индексами, так что мне кажется, да, любую из них, но я могу ошибаться, лучше вы напишите Роману Исакову по инструментам, по всем вот этим техническим моментам, он вам подскажет, и я даже скажу вам новость, еще одну, сколько скоро в Адмирале, в терминале будет добавлено огромное количество интересных акций, то есть не выключайте мониторы, не уходите, скоро будет очень много интересных акций, и наши вебинары приобретут еще более интересную окраску, диверсификация портфеля, всякие, да, аккумулятор уже 1%, давайте мы будем подэтаживать, все-таки уже 45 минут мы говорим, всем спасибо, жду вас в следующий вторник, этот четверг вебинара не будет, мы обсудим Великобританию, выборы, всем удачи на рынке, просто если прервется связь, наверное, не очень хорошо будет ставить YouTube, такой ролик, тем более время подходит к концу, всем я желаю вам профита, в следующий вторник то же самое, у меня еще будет сюрприз, давайте Трампа обсудим в следующий вторник, я вам расскажу, как он победил выборы, если вам интересно, приходите, а в четверг у нас выборы UK, фунт, банк Англии, инфляция, ставка, будет интересно, всем спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok